Автобусы «Богдан» и «Эталон» стали таким же символом украинских дорог, как ямы и отсутствие внятных дорожных указателей. Перед поездкой на этом чуде конструкторской мысли мало кто задумывается о техническом состоянии транспорта, его лицензии и, самое главное, о своих правах в случае ДТП. Ведь гарантии получения компенсации просто нет. У нас есть закон об автомобильных дорогах, об автотранспорте и тому подобное, который подразумевает в себе наличие этих документов, лицензии, маршруты и тому подобное. И также обязывает водителя выдавать проездной билет. Что этот проездной билет делает? Зачастую люди его не берут и маршрутчики их не выдают, потому что это хлопотно, это время, это деньги и тому подобное. В этом билете заключается не только наличие всех документаций у водителя либо у перевозчика, а также страховой случай для того или иного пассажира. Наличие от этого билета всегда даст возможность человеку, пострадавшему, допустим, в момент перевозки, компенсировать свои затраты как в медицинском учреждении, так и, допустим, в судебном порядке. Сам за себя в ответе. Такой принцип проезда в маршрутках без лицензии. Даже если она есть, не факт, что транспортные средства исправны и проводят свое регулярное техническое обслуживание. Эксперты советуют перед поездкой удостовериться в статусе автобуса. Теперь это можно сделать без труда в интернете. Проверить лицензию теперь можно достаточно быстро. Функция Open Data Bot в мессенджерах позволяет сфотографировать номер транспорта или ввести его вручную. И за считанные секунды получить информацию о перевозчике. Лицензию выдает предприятие Укртрансбезопасность. Перед этим оно обязано проверить наличие у перевозчика помещения для хранения транспорта, безопасность, квалификацию водителя и страхование. В таком случае ответственность за ДТП несет водитель или перевозчик. После того, как предоставлена лицензия, следовательно, лицензированный перевозчик несет ответственность перед Укртрансбезпека, перед этим органом контролирующим, за свою деятельность. Если в следствии такого ДТП причинен ущерб здоровью имуществу, то, следовательно, перевозчик несет ответственность. Если же перевозчика нет, как такового, то есть нет юридического лица, который получал лицензию, законно осуществлять перевозку, это какие-то там самовольные незаконные перевозки, то в таком случае несет ответственность сам водитель непосредственно. То есть он несет и уголовную ответственность, и материальную. По закону лицензированные маршрутки должны проходить техобслуживание раз в квартал. Нашим же автобусам оно нужно гораздо чаще. Решение о ремонте и обслуживании транспорта выносят сами перевозчики. Укртрансбезопасность этот процесс контролировать не может. Это уже компетенция и ответственность перевозчика. Либо он физлицо перевозчик, либо предприятие. Это совершенно верно. Лицензию выдает Киев, главная государственная служба по безопасности на транспорте. Критерий там много. Там начиная от материально-технической базы, куда входит и территория, где должны обязаны храниться эти транспортные средства. И заканчиваем персоналом, который работает. Механики, медики. Водитель же должен перед выпуском на линию обязательно пройти медика, медицинское свидетельство пройти. И потом механика обязана выпустить на линию исправную машину. Причина, по которой женщина выпала из автобуса в Нерубайском, официально пока не названа. Но очевидно одно. Если дверь легко открывается вручную, это уже нарушение. Это двери гидравлические, они на воздухе. Все, сам человек их никогда не откроет. Вот оно все, крепление в полу, внизу, направляющие. Это двери, я понимаю, о чем вы говорите. Это двери стоят вот на таких автобусах. Вот он поехал, у нас таких автобусов, вот на таких автобусах стоят эти двери. Есть такое понятие техническое обслуживание, ТО-1, ТО-2. В зависимости от километража, есть нормы там ДСТУ, нормы есть какие по пробегу. У нас ведется ежемесячный график, фактический ремонт, планируемый ремонт. Машина останавливается, надо, значит, она стоит день, два, три, четыре, сколько надо. Сейчас несколько машин находятся вообще на капитальном ремонте. То есть они уже более месяца нет. То, что женщина, выпав из маршрутки, умерла через несколько дней, это отягчающее обстоятельство в случае, если дело дойдет до суда. Но пока об этом речи, похоже, не идет. Светлана Довжук, Григорий Евич, телеканал Репортер. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...